Всем привет с FireFall Fire. Вчера улитка представила новый тизер грядущего обновления. Ни для кого не секрет, что одним из основных нововведений было добавление новых ракет с активным радиолокационным самонавведением, или как их обычно называют, Fox3. Про это говорили разработчики еще на предыдущем дэве, и кстати в War Thunder уже был тест этих ракет. Но очевидно, что на тот момент ракеты еще не были готовы, поэтому запуск был намечен на лето этого года. Говоря про сам тизер, то видео начинается с демонстрации наземной техники. Отчетливо видно РЛС, Грады, Шилку и Эльбрусы. Но только если Град еще можно было как-то представить под управлением игрока, все же РСЗО у нас имеется в игре, то тактические баллистические ракеты, такое явно будет лишним. Возможно данная техника будет представлена для наполнения авиационных режимов. К примеру, в противостоянии разработчики могут в дальнейшем соединить реактивную авиацию и вертолеты. Как раз для винтокрылых машин и будут подобные цели, ну или для штурмовиков. Впоследствии добавят еще и новый ЗРК, который будет эксклюзивно находиться в авиационных режимах. Хотя не исключено, что это было все показано для красоты тизера, и подобное мы будем наблюдать во всех последующих синематиках. Далее идет небольшая вставка, показывающая готовность к выходу ракет Fox 3. Беда целок не обошлось. Причем даже сделали разный текст. В английской версии идет речь про F-15С, а в русской про Су-27С. Да, кстати, это тоже обе новинки патча, которые впоследствии будут показаны в тизере. Их еще заприметили при выходе статьи про ракеты Fox 3. Хотя для многих, кто знаком с реактивной авиацией, появление таких самолетов было очевидным шагом. В следующем кадре мы видим отлично проделанную работу на АМФД. Теперь экраны выглядят правдоподобно, и на них приятно смотреть. За проработанный кокпит респект. Больше всего мне понравился Апач. Следом нас отправляют в жаркую пустыню, и на фоне красуется Desert Warrior. Машина вооружена 25-мм автопушкой и двумя пусковым установками и структурами ТОУ. Далее на несколько секунд нам показали израильский тяжелый БТР, Намер. Вооружен спайками и автопушкой. И еще один БТР будет за Китай. Это Type 92. На фоне, кстати, прилетает J-11A. Шведский Юж теперь будет в варианте с автопушкой. Показали также еще МиГ-2193, Бизон. Этот Мегар интересен тем, что на нем установили новую РЛС и выдали ракеты Р-77, Р-73 и Р-27. Для штурмовки, вероятно, будет Кабе. Но, учитывая все это вооружение, 21-й МиГ улетит на топовый БР и будет сражаться против истребителей четвертого поколения. И не думаю, что он будет популярен среди игроков, потому что по ЛТХ самолет явно проигрывает всем подряд. А ракет 21-й МиГ много не поднимет. Далее показывают небольшую авиационную ветку Нидерланд. Среди них, опять же, копия тех машин, которые уже в игре есть. Возможно, они будут чуть ли отличаться вооружением, но это мы узнаем непосредственно на Дэйве. Из интересного можно выделить Фокер Г-1. Про этот самолет я вам уже рассказывал почти 6 лет назад. Тогда я думал, что он вот-вот появится, но что-то пошло не так и релиз задержался на многие годы. Я про него как-то и уже и забыл. Во всяком случае, необычно видеть новый уникальный поршневый самолет, учитывая, что сейчас улитка явно нацелена на продвижение реактивной авиации. Дальше по кадрам нам демонстрируют ракету R-77, но опять же, подобное выражение многие уже тестили и видели. И следом показали, как катер со стрелой будет сбивать поршневую авиацию. Да, морские бои для самолетов прекрасны. Не только куча различных зениток, но еще и ракеты. К сожалению, на этом все новинки в видео заканчиваются. Говоря про тизер, то я ожидал от него чего-то большего. Да, про ракеты Fox 3 это было понятно, что их презентуют летом. Но помимо них, как-то все скромно. А ведь это должно быть одно из крупных обновлений. Быть может, улитка прячет какой-то козырь в рукаве, и игря на в Death Server мы увидим что-то еще. Пока говорит Ран. Выглядит тизер, как обычно, хорошо. Есть своя задумка, порадовали проработкой МФД. Но не хватает какой-то интересной новой техники или реализованных механик. В последнее время все больше и больше клонов. Это полезно с точки зрения новых игроков, которые заходят прокачать ветку, и там будет все, что им нужно. Но вместе с этим пропадает уникальность наций. Когда у вас полно одинаковых машин, которые можно увидеть и у других стран. Причем в большинстве случаев эта техника абсолютно одинаковая. И чем больше таких небольших веток, тем больше этих клонов. Думаю, в будущем мы их увидим еще больше. Но когда-то уникальная техника и вовсе закончится. А что думаете вы? Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал и заглядывайте в описании. Там много что есть интересного. А я вам желаю легких фрагов и чистого неба над головой. Субтитры сделал DimaTorzok